Дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. В этой серии видеороликов я хотел бы ответить на наиболее часто задаваемые нашими зрителями вопросы, так называемые Frequently Asked Questions. Наш канал об образовании в Австралии и, соответственно, в первую очередь мы должны посвятить наше время и наши усилия на помощь тем людям, которые хотят приехать на образование в Австралии. Итак, первые пять вопросов. Что вы можете учить в Австралии? В Австралии вы можете учить все то, что обозначено кодом CRYCOS, то есть это образование для иностранных студентов. Вы можете учить специальные короткие курсы, так называемые Non-Award курсы. Вы можете обучаться по специальным программам, но это крайне редко относится к вам. Что более часто относится к тем ребятам, которые потенциально могут приехать сюда по тем программам, которые их обычно интересуют, это курсы английского языка, курсы для подготовки ребят к обучению в Австралии, это курсы два года последних в школе, это high school курсы. Курсы, которые мы называем Vocational Education Training, то есть это что-то типа наших техникумов, колледжей, институтов. Высшее образование, которое может быть и Undergraduate, и Postgraduate, бакалавр, магистр, Postgraduate программы, вплоть до докторской, DBA или PhD. Также вы можете учиться делать research, это PhD, Master by Research и Bachelor of Honor. Соответственно, эти программы на ваш выбор. Добро пожаловать! Подтверждение квалификации профессионалам, которые закончил обучение в Австралии, это для многих очень важно. Это не обязательно для учебного заведения делать программу, подтверждаемой в соответствующих инстанциях, в соответствующих организациях. Как, например, для инженеров Австралии или для CPA, бухгалтерское образование. Соответственно, подразумевается, что если вы приехали учиться, это вам нужно для вашей страны, для жизни в вашей стране. Но если вы все-таки хотите получить очень хорошее образование и при этом подтвердиться как профессионал и в Австралии, для разных целей это не обязательно иммиграция в Австралию. Всегда будьте бдительны и всегда проверяйте, имеет ли выбранная вами квалификация подтверждение в Австралии. То есть, аккредитован ли курс. Если вы сами не можете разобраться, спрашивайте своих агентов и спрашивайте свои учебные заведения. Курсы, учебные курсы в Австралии могут разниться не только по качеству, но и по длительности образования. Если говорить вообще о курсах, они могут находиться в промежутке между 16 неделями, приблизительно это самые короткие курсы английского языка. Опять-таки, если это 12 недель и меньше, то, соответственно, вам будет рекомендовано приезжать на туристическую визу. В общем-то, это гораздо выгоднее, потому что это дешевле. Но если вы собираетесь учить английский язык дольше, то вам может быть позволено до года и даже до полутора и до двух. Это надо смотреть на уровни подхода страны, на отношения к учебным заведениям со стороны государства австралийского, на кредит доверия им. И об этом мы поговорим позже в других видеороликах, но до двух лет и не больше. Не путайте с прежним законодательством, когда студенту запрещалось учить английский язык более 60 недель в нашей стране. Сейчас это правило отменено, поэтому вот такие сроки. Что касается обучения на высшем образовании, оно может очень сильно родниться. И обычно это может быть от 3 до 5-6 лет. Но может это быть и 2 года, если, допустим, вам зачитывают ваше образование, которое вы получили сходное у себя дома. Обучение в школе, естественно, для детей, которые получают высшее образование, оно может длиться до 12 лет. Столько у нас проходит обучение в школе, включая общую и высшую школу, то есть старшие классы. Но самая популярная программа, это последние 2 года обучения на старших классах, это 11-12 год. Вот в принципе, вкратце об образовании, которое вы получаете в Австралии. А детали, пожалуйста, узнавайте опять-таки у вашего агента или у вашего учебного заведения. Как быстро люди могут получить зачисление на свое обучение? Вы должны пройти стадию подачи на так называемый оффер, на приглашение. Когда вы смотрите на соглашение между вами и учебным заведением, если вы его подписываете, принимаете и проплачиваете деньги, вы рассматриваетесь и получаете так называемое подтверждение зачисления. Confirmation of Enrollment. И после этого, с этим COE, со страховкой и другими сопутствующими документами, вы подаетесь на визу. Так вот, до момента, когда вы получите свое соглашение, то есть с момента, когда вы подадитесь на него и до получения COE, может пройти от одного дня и до месяца. Все зависит от того, как быстро работаете вы, как быстро работает ваш агент, как вы подготовились ко всему и насколько быстро работает учебное заведение. Повторяю, от одного дня до одного месяца и крайне редко дольше. Вопрос о том, сколько проплачивать за обучение, когда и как, это, наверное, один из наиболее широко распространенных вопросов, который интересует наших зрителей. Во-первых, все зависит от программы, все зависит от страны, из которой вы приезжаете, все зависит от учебного заведения. Но если взять в общем, то если вы приезжаете, например, из таких стран, как Россия, вам за английский язык все-таки лучше бы заплатить полностью за весь курс. Таким образом вы покажете, что вы реально заинтересованы в этой учебе и что вы в действительности имеете деньги, чтобы курс проплатить. Если же мы говорим о высшем образовании, то зачастую вы платите за первый семестр. Крайне редко за полтора или два. Опять-таки, это ваш договор с вашим учебным заведением и его надо читать очень внимательно. Что касается обучения школьников, обычно это вы платите за полгода. Что касается обучения на среднем, средне-техническом уровне, соответственно, вы обычно проплачиваете либо за первый семестр, либо за первые полгода. И никогда не платите за весь курс сразу.